Что мы знаем о золоте? Оно окружает нас с древних времен. Декоративные золотые изделия, найденные в Болгарии, относятся к 4-му тысячелетию до н.э. А из-за своей ценности большая часть этого металла до сих пор находится в обращении. Значит, ваши современные украшения могут содержать золото, которое когда-то принадлежало королевской семье. И даже если вы не любитель ювелирных изделий, золото все равно есть в вашем телефоне или компьютере, ведь оно широко используется при производстве электроники. Золото есть не только на всех континентах Земли и в Мировом океане, но и в космосе. Ученые выяснили, что строй террас содержит золото больше, чем когда-либо было добыто на Земле, но нет никакого способа, которым мы смогли бы его достать. И самое главное, золото – очень ценный металл, который давно используется для защиты капитала. Так, во время глобального экономического кризиса 2008 года ведущие фондовые индексы обвалились более чем наполовину. Нефть потеряла в цене почти три четверти. Сильным падением отметились и основные валютные пары. В это же самое время золото не только избежало попадания в красную зону, но и значительно выросло в цене. Сегодня ведущие эксперты все громче заявляют об экономических трудностях, и, похоже, настало время вновь задуматься об инвестициях в золото. Так как же приобрести этот драгоценный металл? Вот несколько способов. Физическая покупка. Золотые мерные слитки весом от 1 до 1000 грамм можно купить во многих банках. Так называемые банковские обезличенные металлические счета. И, наконец, инвестиции в золото на финансовых рынках. В первых двух случаях к рыночной цене золота необходимо добавить спред, разницу между ценой покупки и продажей металла в банке. Кроме того, в ситуации с приобретением золотого слитка добавится еще и налог. В итоге цена покупки оказывается значительно выше рыночной. И чтобы получить обратно вложенные деньги, стоимость золота должна вырасти как минимум на мельчиной издержек, которые в ряде случаев могут достигать 20% и более. Что же предлагает Libertex? Простая и понятная система инвестирования на финансовых рынках. Основным преимуществом такого решения будет высокая ликвидность, вы можете легко инвестировать в золото в любой удобный для вас момент, не выходя из дома, а также низкие издержки, ведь теперь не нужно платить спред и нести значительные расходы. Просто зарегистрируйте и пополните счет инвестора, и уже через несколько минут вы сможете защитить свой капитал. Инвестируя в золото, следует помнить о том, что это прежде всего инструмент для долгосрочных вложений. Например, за 2013 год его котировки снизились на 28%. Зато с 2000 года цена одной тройской унции выросла на 400%, с 280 до 1250 долларов. А во время кризиса 2008 года золото было одним из немногих инструментов, прибавивших в цене. Как мы видим, этот драгоценный металл является не только надежным убежищем во время кризисов, но и инструментом, способным генерировать хорошую доходность в долгосрочной перспективе. В связи с опасениями о ухудшении ситуации мировой экономики, стоит рассмотреть вложения в золото уже сегодня. Кроме того, текущий уровень цен весьма привлекателен не только для защиты капитала, но и для получения дохода. Что для этого нужно? Авторизуйтесь в веб-терминале Libertex и инвестируйте в рост золота, придерживаясь следующих рекомендаций. Мультипликатор 1 для защиты капитала, не более 2 для генерации дохода. Минимальный срок инвестирования, рекомендуемый экспертами, не менее 1 года. Оптимальный – более 5 лет. Возможно, к тому моменту котировки уже вырастут в разы. Итак, что мы знаем о золоте? В него можно и нужно инвестировать.